Ас-саламу алейкум, ас-дусларамас, а кемикалярамас, обначалярамас, опоснилярамас. Добрый день всем, уважаемые друзья. Привет всем. Рад вас приветствовать в новом канале. Уважаемые друзья, сегодня поговорим, необычный ролик такой, недолгий. Сегодня не будем говорить о новшестве законодательства, изменении законопатентов, РВП и гражданства. Нет, сегодня он не связан с сферой миграции, но связан с мигрантами. Уважаемые друзья, наверное, все вы знаете, что произошло пару дней назад. Также выступал президент Федерации миграции Вадим Кожанов. По всей стране сейчас волна пошла. Я говорю о том, что иностранный гражданин напал на сотрудников полиции, совершил противоправное действие по отношению власти. Уважаемые друзья, ну нельзя такие действия совершать противоправные. Ладно, мы подрались где-то, да? Ну, по отношению правоохранительных органов, поймите, сейчас не 90-е годы, сейчас нет такого. Сейчас власть управляет, исполнительная власть именно правоохранительные органы. Везде. Что-то случилось, движим сразу туда. Еще раз вас призываю, так нельзя поступать, это недопустимо, уважаемые граждане. Поймите, сейчас вот из одного гражданина, который совершил противоправные действия, страдают все иностранные граждане. Не только в Москве, либо в районе, в области Московской. По всей стране сейчас волна идет. По всем городам, по всем районам, областям. Думаете, до Колокольцева Владимира Александровича не дошло, что ли это? Конечно, все доходит. И дают указания. Ужестощить жизнь мигрантов не будет облегчать. Когда выступают журналисты, когда выступает также президент Федерации мигрантов, говорят, ну что, мигранты хорошие, работают, добросовестно осуществляют трудовую деятельность, оплачивают налоги. Давайте упростим им жизнь, давайте облегчим, давайте изменим законодательство. Потом они говорят в Госдуме, также чиновники говорят, вы что там говорите-то, когда они совершают противоправные действия по отношению власти, правоохранительных органов, сотрудников полиции. Какая им жизнь-то? Скажут, наоборот, надо их, блин. Почему из одних граждан, из одного из двух гражданина, да, то есть должны страдать все другие мигранты? Почему вы не думаете, что находятся такие мигранты в середине иностранных граждан, которые не могут прокормить семью свою, которые приехали оттуда, да, зарабатывать деньги? Бедолаги, которые работают, отправляют деньги, и они должны из-за таких граждан страдать, не могут работать. Они будут бояться ходить по улице. Они и так боятся сотрудников полиции, а сейчас еще будут больше бояться. Граждане, которые спокойны, не нарушают законы, оплачивают все патенты, все вовремя, живут как надо. А потом вот такие, когда инциденты проходят, фигуранты, да, из-за них они будут страдать. Они не смогут нормально работать. Из-за них их тоже будут. Проверки документов, там, не знаю, привлекают, что-нибудь найдут. Да, человека, статья найдется. Такие действия, уважаемые друзья, недопустимы. Все гостях находятся на территории Федерации. Должны соблюдать законы Федерации, Российской Федерации, соблюдать традиции, культуру. Не нужно нарушать. Вам никакое право никто не дает. Нет у вас никаких оснований нарушать закон. Федеральный закон. Федеральному закону Конституцию также все подчиняются. Ни у кого нет права нарушать его. Приехали, работайте, добросовестно. Но закон не нужно нарушать. И такие совершать противоправные действия, уважаемые друзья. Это недопустимо. Наказание еще никто не избежал. Совершил преступление, обязательно накажут. Сейчас после чем грозит? Тюрьма, все. А он не подумал, может у него граждан есть родители, есть дети, кормить надо. Может под алкоголем был, алкогическим обвинением был. Какая разница? Просто нельзя было такие вообще совершать. Сейчас призываю, уважаемые друзья, всех вас не нарушать законы. Вот посмотрели. Все мы учимся на ошибках. Посмотрели, что он сделал. Последствия, смотрите, что будет сейчас. СИЗО, следствия, статья, зона и все. А что будет с родителями ихними? О родителях думаете. Мама, папа, братья, сестры, дети. Маленькие, сладенькие. А вы будете там сидеть. Подумайте об этом, уважаемые граждане. Где бы ни мы находились на территории Федерации. Новосибирск, Алтай, Питер, Екатеринбург, Тюмень. Не нужно такие противоправные действия совершать. Именно с сотрудниками полиции, тем более, вступать в такие потасовки, это недопустимо. Это наказуемо, уважаемые друзья. Это уголовная статья. Зачем вам портить жизнь? Зачем вам сидеть там за решеткой? Живите, не нарушайте закон. Культуру, традиции. Где бы мы ни были, в Узбекистане, в Таджикистане, в России, так нельзя делать, так нельзя поступать. Уважаемые друзья, так же выступал уважаемый наш человек Вадим Викторович. Призывал всех иностранных. Я присединиз, так же к его словам. И еще раз вот обращаюсь к вам уважаемым друзья. Продолжение следует... Сейчас я бы с ним и всё не могу. Это искусство, которые были в Узбекистане, что это не мобильный момент. Статья была. Но из-за того, чтобы вы разрушаете отношения, если вы Act bad с полюсей, сейчас кроется. Я так же работал. Подписывался документами, логировое штрафы. Прошли, Он будет обрабатывать, и уходит, и уходит. После чего нет. В других людей, что не очень сложно бороться. Но он не может уйти. Училаны ойли. Отдомный ойли. Болочакаланы ойли, друзья. Пока мне не нужно было врача. И чужих от них, они не вредят. Болочакалан. Друзья, мне нужно было в тело океана. Я так делаю, что вопросов нет. 사람들 не starters к истинам. Это не манер. Потому что кандын не нужно, преждевать, forgot to, нужно делать различия, и сочетания. Меня собственникelas оборудованы. Потому что нет, это восстановление о рабочее, управляющий, сезодия, вообще использование, сеччуды, оно не оборудовало. Все, 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 все. Все, 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 все. А если друзья, Берегите себя, своих близких, не болейте, не нарушайте закон. Соблюдайте Конституцию. Закон Российской Федерации. Традиции и культура. Берегите себя и свои милиции. До скорой встречи.